Район Ю-2 густозаселённый и страдающий от последствий точечной застройки. Сегодня может выдохнуть. Ему построили новый детский сад. Это достаточно долгожданное событие для жителей этого микрорайона. Детский сад рассчитан на 220 мест. Это второй корпус нашего основного здания. В нашем основном детском саду 320 детей. Поэтому это будет масштабный, грандиозный детский сад. Показывают новый садик и гостям. Главы законодательных собраний всех 14 регионов Приволжского округа приехали посмотреть, и какие сады строят в Удмуртии. В прошлом году, рассказывают им, в республике ввели 30 дошкольных учреждений на 4,5 тысячи новых мест. Причём львиная доля новостроек пришлась на сельские районы. Александр Соловьёв подтвердил, на этот год планы тоже серьёзные. У нас в этом году будет в эксплуатацию разместим 2,5 тысячи детишек. Я думаю, на будущий год ещё останется сделать небольшой рывок на полторы тысячи детских дошкольных мест. И я думаю, мы программу эту к 2016 году выполним. Задачу к 2016 году обеспечить всех детей с 3 до 7 лет местами решают по всей стране. В столице Удмуртии с ней справились досрочно. Осталось устроить ясельный возраст. В планах и водить в городе по 500 мест ежегодно, рассказывают законодателям и показывают просторные группы и современный пищеблог. Тут же дегустация блинов, приготовленных на новых сковородках и плитах. А в спортзале дети. Взрослым предложили показать силу. Поднимать 16-килограммовую гею вызвались единицы. Получилось? Получилось. Осматривая новый садик, гости рассказывали, как решается проблема в их регионах. В Чувашии, например, в этом году планируют построить 15 детских садов. Ускоряться и не отставать вынуждает пример Удмуртии, признаётся глава Чувашского парламента. Это конкуренция, потому что смотря на соседей, мы узнаём, что у них лучше, и мы стараемся тоже догнать вашу республику. В Самарской области садиковую проблему планируют закрыть к 2016 году. Там открывают домашние и частные садики, сохраняя для родителей механизм господдержки. По субсидиям, которые выделяются родителям для государственных детских садиков, чтобы эти субсидии, а это так и есть, скажем, в Самарской области, чтобы эти субсидии выделялись независимо от формы собственности детского сада. Удмуртия делает упор на строительство государственных садиков, объясняли наши законодатели гостям. Домашние и частные внедряя осторожно, поэтому опыт соседей в этой части тоже будет полезен.